Я когда-то учился в Воронеже, на физкультурном институте, и познакомился с ребятами, они учились тоже на научном отделении. Один военный, второй омоновец. И вот сегодня, потом мы отучились, судьба нас разбросала опять. И лет через пять, уже когда я вернулся в ВОК собрана, они меня нашли. Они оставили номер телефона Александру Павлову, это спортивный оботребатель, на аутбоксинге там. И он уже в свою очередь принес мне телефон, говорит, Лен, тебя какие-то ребята разыскивают в Воронеже. Вот оставили телефон, и как их зовут? Я увидел телефон, имена, и понял, о ком идет речи. Если узнали, нашлись и быстро. После пять лет опять. Мы же общаемся с кем? С кем хотим. Вот, и мне было приятно, что вспомнить, что здесь вечерки, хлеба. И вот мы сейчас, сейчас я у них здесь, в Петербург-Леновских гостях. И вас приглашили, собственно, сюда? Да, и просто здесь, полтора года назад я был здесь тоже, так же. Сегодня я приехал на открытие специально, а в тот раз, полтора года назад, я приехал на, просто в друзья. И здесь получилось так, что кое-кто пообещал, из администрации, построить кобликс. И я был удивлен, когда вот меня позвали, говорят, помнишь, говорили построить. Я говорю, помню, построили, приедешь на открытие. Я говорю, ну почему нет, конечно. И вот, сегодня я здесь. Ну, теперь вопросы по вашей боксерской карьере. Сейчас вы как-то не сможете, а сборник, или как? Ну, сейчас, вот, последний мой сбор проходил в Лос-Анджелесе. И, наверное, вот, сейчас идут переговоры, есть среди кандидатуры. Вот, со всеми ведутся переговоры. Сейчас у меня свободная защита титула. Гильермо Джонсон дисквалифицировали на два года. К сожалению, так и не удалось вернуть должок. Вот. Согла глаз еще немножко болит. Ха-ха-ха. Шучу, шучу, конечно, шучу. Вот. Но сейчас свободная защита титула. Это примерно конец сентября, начало октября. Вот. С Андреем Михайловичем Ряпинским сейчас обсуждаем три кандидатуры. Кого-то выберем, будем защищать титул. А каким образом вы тоже участвовали в процессе выбора? Естественно. Там поляки, наверное, усилия. Поляки подбираются, да. Ну, тем и интереснее. Чем сильнее противник, тем интереснее. Ну, сейчас можно назвать эти кандидатки? Ну, это надо мне повпоминать. Это была такая фамилия. У него Кшиштоф. Кшиштоф. Головатки, по-моему, фамилия там как-то. Головатки. Вот. Павел Колодей. Павел Колодей. Это все ребята, которые тоже уже занимаются. Колодей там вообще первый, по-моему, у меня занимается. Первую строчку в рейтинге. Это уже обязательно мой претендент. О. А у меня сейчас свободная защита. Ну, я могу его пригласить. У нас как получается? Я делаю приглашение, а их право отказаться или согласиться. Вот и все. Он может еще в рейтинге простоять год и два. А когда-то мне предложили подраться с Эсом Макариной или в Англии, поехать. Я согласился. Поехал. На удачу. Победил. И пошел поехал. Если бой состоится в сентябре, то где? Скорее всего, это будет Москва, потому что наш сейчас меценат, как в прямом смысле Андрей Рябинский, он сделает все, чтобы шоу огромное, грандиозное, красивое проводить в Москве, именно в России, чтобы, приглашая всех именитых людей, чтобы наши люди все могли посмотреть, а не только, как трансляция идет из Америки или с какой-то еще страны из Англии, чтобы трансляция шла из России на весь мир. Судебный процесс ждался, но сейчас на каком-то штате, если вы знаете? А уже, по-моему, все вердикт вынесен. Он дисквалифицирован на два года. Да, но по вас, прощая, я так понял, что Рябинский подавал иск, ну, гражданский или Рябинский? А, насчет иск я не знаю, вы, наверное, обратитесь в его пресс-службу, и этого я ничего не знаю. А пояс чемпиона мира стоит в ледовом дворце, в хоккейном городе Чехов, где люди могут спокойно прийти посмотреть. А вы все равно после боя не общались с Джонсом? Нет. И нет такого желания? Да нет, знаете, хочу вам сказать, ну, конечно, негодяй-то он негодяй, но вот так вот, дается мне с виду, он неплохой человек. Возможно, это дело руки его промоутера. Скорее всего, я думаю, там же целая команда. Когда я говорю «Я» букву, я подразумеваю под этим, ну, как минимум, человек 10, потому что в ринге, конечно, дерусь-то я один, но еще проделывается колоссальная работа. Пальцев не хватит на руках загибать, чтобы назвать там, ну, это от массажиста, не доканчивая, ну, не знаю, даже. Человек 10 – это команда, которая помогает мне побеждать, помогает мне все организаторские вещи делать, там, лед принести, там, раздевалка, чтобы было удобно. Это все мелочи, но это все нужно спортсмену, чтобы не думать ни о чем, а только кроме выйти и сделать свою работу. Ваша команда уже давно. Ну, сейчас у меня в крайнем бою была новая команда. Уже. Ну, и со всеми, и с остальными мы с хороших отношениями. На самом деле, мне уже 35 лет, и, наверное, может быть, через несколько лет пора заканчивать свою спортивную карьеру, есть еще много чем заниматься. И вот я хотел узнать, на самом деле, правду ли говорят, что вот мекка профессионального бокса в Америке. И поехал туда, в крайний бой, я свой готовился так. К сожалению, мне не удалось показать, чему я там научился. Но я думаю, что еще будет время, покажу. Вот этот перерыв между вашими первой боями, предыдущим и следующим? Ничего хорошего, конечно, нету в этом, но что делать? Вот так складывается у меня карьера, что один бой в год – это очень мало. Как минимум должно быть, я считаю, три. Ну, как есть, так есть, пока играет так. И последний вопрос, у меня бьешь сообщение, чтобы выкупали за транспортное путешествие, это где произошло? На трассе М4 ДОХ. В какой области, например? Только выехал из Москвы, шел дождь, вот, я ехал с детьми в машине, и в крайнем правом ряду. Какие дочки? У меня три дочки. Вылетел Hyundai Girl, просто его из лужи выбросило на меня, он меня ударил и отлетел. Ну, она легкая, машинка маленькая, у меня вмятина. Я на этой же машине играл. На ней я приехал, да, у меня рейдж-рогеру подарили добрые люди за спортивные достижения. Вы не пострадали семьями? Нет, ребенок даже у меня не проснулся на заднем сидении, спала младшая. Но пришлось остановиться ждать? Конечно, да. Хорошо, что общаемся с сотрудниками ГАИ, ждать долго не пришлось. Позвонили, через пять минут приехал автомобиль, все зафиксировали. И я сказал, что я спешу, тороплюсь в бутурбинов на очень важное мероприятие. Мне все быстренько сделали, и я уехал. А когда вы не пострадали? Нет. Хорошо, что вообще никто не пострадал. Люди просто еще сфотографируют.